МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Минсельхоз России предлагает поддержать льготными кредитами производителей колбасных изделий. Главная причина – оборудование на пищевых заводах изношено более чем наполовину и требует средств для модернизации. Как отмечают эксперты, в настоящее время степень износа основных фондов российских предприятий, в частности, выпускающих колбасные изделия, составляет 48%. Машин и оборудование – почти 60%. По данным Росстата, в прошлом году производство мясных деликатесов в стране сократилось на 0,2% относительно 2015-го и составило 1,5 млрд тонн. В список предприятий, которые могут рассчитывать на господдержку, Минсельхоз также предлагает включить производителей макаронных и кондитерских изделий. Однако есть важные условия – доля от реализации продукции, которая поддерживается государством, должна составлять не менее 70% за календарный год. Если мы говорим о производстве, которое мы сделали с 2012 года, это наши комплексы, там, конечно, оборудование соответствующее современным стандартам. Износ сегодня минимальный. А вот касаясь именно темы колбасной продукции, мы приобрели предприятие с большой историей. И при прошлых собственниках там недостаточно производилась модернизация, да. Ну, требует комбинат переоснащения. И думаю, конечно, в случае наличия каких-то возможностей участия в государственной программе, мы будем обязательно обращаться. Прибыль компании «Башинформсвязь» по итогам прошлого года упала почти на 40%. Из отчета компании следует. Сумма достигла отметки в 834 миллиона рублей по российским стандартам бухгалтерской отчетности. По итогам трех кварталов 2016-го снижение прибыли было еще более серьезным – почти 50%. Как пишет коммерсант, в самой компании такие цифры объясняют уменьшением дивидендов от участия в других организациях с 880 до 1,5 миллионов рублей. Выручка оператора связи за год выросла на 0,2%, до 6,5 миллиардов рублей. В то же время дебиторская задолженность увеличилась более чем в два раза и превысила 3 миллиарда. Кредиторская – 880 миллионов. Отмечу, что 100% акции «Башинформсвязи» принадлежит Ростелекому. Информация о курсах валют, установленных Центробанком на выходные и понедельник. Курсы доллара и евро продолжили снижение. Американская валюта упала на 41 копейку и оценивается в 55,96 рубля. Европейская просела сразу на 78 копеек до 59,81 рубля. Лучшие обменные курсы на пятницу. Покупка доллара в Промтрансбанке за 56,15, продажа в банке «Уралсиб» за 56,54. Отмечу, что кредитная организация взимает комиссию в 30 рублей за обменную операцию. Наиболее выгодные предложения по покупке евро в БКС банке за 60 рублей ровно с комиссией до 3% за операцию. По продаже в Промтрансбанке и Акбарсбанке за 60,40. В Башкортостане около 11,5% договоров торговых сетей с поставщиками заключаются с нарушениями. Это касается и федеральных, и республиканских ритейлеров. Такие цифры сегодня опубликовали на заседании экспертного совета по развитию конкуренции в сфере розничной торговли при УФАС. По сравнению с началом месяца динамика положительная, плюс 200 чистых контрактов. Специалисты антимонопольного органа республики с начала года провели 64 проверки. Так, более чем из 1300 договоров между торговыми сетями и поставщиками продукции, 150 оказались с грубыми нарушениями законодательства. Напомню, летом прошлого года в силу вступили поправки в федеральный закон о торговле, которые ограничивают размер вознаграждения ритейлеров величиной в 5% от цены купленного товара у поставщиков. На таком деле иногда у нас очень достойно... Сказала договорная компания, чем дальше география поставки, а фактически расположение распределительного логистического центра конкретной сети от поставщика, то тем в менее выгодных условиях находится сам поставщик. В существующем виде изменения торгового законодательства по ограничению маркетинговых логистических вознаграждений премии от объемов поставок до 5% ограничивают не столько вознаграждения, получаемые торговой сетью, а сколько возможность осуществлять производителю поставки вне регионов своего производства по отношению к производителям другого родного им региона. И о новостях пока все. Встретимся в 19.30. Субтитры создавал DimaTorzok